Сейчас в Самаре ремонт и техническое перевооружение теплотрасс выполняют на 34 участках. Почти на половине из них работы завершат до 5 сентября. 11 объектов сделаны в полном объеме, еще к трем приступят в ближайшее время. Самые активные работы ведут возле объектов социальной сферы – больниц, детских садов и школ. Меняют теплотрассы возле 148 и 10 школ, а также у двух детских садов – на пересечении Новосадовой и Первомайской, и Печорской и Авроры. На территории образовательных учреждений работы уже завершаются. Закончить работы планируют к началу учебного года. В ближайшие дни завершат и внеплановую замену трубы под московским шоссе. На сегодняшний день подрядчик найден, он работает, и завтра московское шоссе в полном объеме в нижнем слое будет открыто. Но, чтобы уже мы знали, также мы работаем сегодня, уйдем в ночь по перекрытию и перекладке трубы в районе. Улица по гаражной. Перекладки через перекрестки дорог в этом году проводят в выходные, когда нет напряженного трафика, чтобы уже к началу новой недели восстановить благоустройство и возобновить движение по участку. Всего в городе в этом году заменят почти 35 километров теплосетей. Это рекордные цифры для Самары. Масштабную работу удается проводить благодаря переходу на новый способ ценообразования – альтернативная котельная. Напомним, что для привлечения дополнительных инвестиций Самара вошла в единую ценовую зону теплоснабжения, став одним из первых городов-миллионников, где летом 2020 года стартовала реализация новой модели. Точно вам могу сказать, но я не беру отдельно Питер и Москва, они стоят особняком. Ни один город России таких масштабных перекладок не делает. Это вот я совершенно ответственно говорю. Альтернативная котельная помогает решить главную проблему – устранить высокий износ коммунальных сетей. Два года назад уровень изношенности всей городской тепловой системы был около 70%. Сейчас эта цифра гораздо ниже. Самара – первый город-миллионник, перешедший на этот способ замены труб. Новый метод работы позволяет ресурсоснабжающим организациям менять не только свои сети, но и проводить ремонт муниципальных и бесхозных теплотрасс. Будет минимизирована вероятность аварийных ситуаций во время отопительного сезона. Срок службы современных трубопроводов – до полувека. Объекты оснащены системой оперативного диспетчерского контроля. Специальные датчики в кратчайший срок сигнализируют о возникновении утечки. Комплекс с большой точностью определяет такие локации. В период подготовки к отопительному сезону подрядчики нацелены на минимизацию неудобств для жителей. Прежде чем вывести трубопровод из эксплуатации, прокладывают временные линии для подачи горячей воды. Состояние котельных – еще одна составляющая общей готовности хозяйства к зиме. Был поднят вопрос, связанный с котельной в Куйбышевском районе, которая ранее принадлежала заводу «Волга-Бурмаш». Год назад ее вновь запустили. Благодаря мерам, принятым городской властью, было найдено грамотное решение. По договору аренда объект передан МП «Инженерная служба». Также в Куйбышевском районе выполнена перекладка теплотрассы под железнодорожными путями. Работы по подготовке города к отопительному сезону идут по графику. Сейчас жилой фонд готов на 80%. Работу поручено усилить, в том числе по внесению данных в систему ГИС ЖКХ. В этом году раньше обычных сроков, уже в 10-х числах сентября, к подаче теплоресурса подготовят объекты, от которых запитаны учреждения социальной сферы. Остальные работы планируется завершить в середине сентября. Виктория Шар и Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.